здравствуйте дорогие друзья итак продолжаем наше путешествие по недельным главам торы золотой телец все эти чему всему это может нас все эти истории научить всем известно куда приводят благие намерения до еще первый человек адам хотел сделать как чтобы лучше чтобы служить творцу понимая все до конца но вышло как вышло эту же ошибку повторили сыны израиля у горы синай в чем тут проблема зрение человека надо понять оно очень ограничено оно субъективно и всевышний поэтому дал нам вот эту тору дал нам вот эту духовность давно на это направление вектор движения да и почему на каждый день учат тору то почему да потому что там написано как эта призма через которую как мы должны рассматривать окружающий мир для чего для того чтобы не совершать вот этих ошибок которых мы к сожалению насовершали продолжаем совершать вот обратите внимание многие уже понимают что духовность важнее даже материальности что обязательно это как бы должно присутствовать человеке самом демократическом обществе самоубийцу принудительно остановят правильно очень хочет броситься с небоскреба его останавливать но духовно когда человек целый день не прикасался к духовности или вообще всю жизнь его же никто не останавливает он каждый день совершает самоубийство каждый день написано что надо жизнь человека рассматривать как единую непрерывную цепь с одной стороны а с другой стороны потом через 120 лет он ответит за каждый прожитый день и вот каждый прожитый день в которой он не прикоснулся к духовности называется самоубийством он убил себя в этот день он будет отвечать за самоубийство надо подумать об этом кстати наш урок если прослушал ты уже в этот день всегда может читаться вот я присутствовал что еще из всего можно здесь учиться надо немножко подумать ком-то что-то написано что если целый день думать о себе депрессия гарантированно да смотрите иудаизм он придаёт человеку огромное значение например жизнь человека подобно вселенной каждый из нас хотя мы созданы по образу и подобию он отличается друг от друга и следовательно уникален и незаменим в плане творения но где например в торе встречается слово нехорошо первый раз написано корень любого явления там где первый раз в торе появляется слово написано нехорошо человеку быть одному именно одному то есть религия это вещь общинная а для чего мог сделать такую сидел бы каждый себе по кустам там написано что самые священные например наши там молитвы они только в меня не дым 10 человек минимальных нельзя без этого читать а почему у меня есть своя личная версия происходящего помните когда был сначала была одна единая большая душа а потом она раздробилась на мелкие души и вот они рассыпаны теперь по миру и собираются я думаю что когда меньше десяти нас просто плохо слышно плохо слышно познаете как муравей там что-то говорит мы не слышим а птичку уже слышим есть отдельные люди которые бог слышит в отдельности но в основном мы к сожалению такие что нас надо слушать меня не но не только в этом дело вот и обратите внимание еще такое вот эта глава наша недельная войти напишет о шаббате и мешками то есть как бы смотрите как интересно все это сделано это лекарство от одиночества это они воссоединяют на шаббат воссоединяет людей собираются за столом даже семьи которые сейчас уже целыми днями не видят друг друга все-таки в шаббат если они хоть как-то дай бог соблюдают не собираются за общим столом то же самое если кто ходит в синагогу или там в какое-то религиозное заведение зашел там есть люди да то есть сделав общину со следоточением религиозной жизни и обеспечив ее двумя вещами бог ведь все видел он домом в пространстве и во времени такой роль играет синагога и шаббат то есть еврейская вообще любая духовная жизнь по большей части это жизнь общинная отсюда вытекает тайна веры еще который нам хотел бог открыть это спасение от одиночества в нашем как бы очень разорванном мире поэтому написано не зря в наших самых-самых умных книгах человек должен всматриваться в себя и в мир должен смотреть что происходит мире обязательно найти время смотреться в себя брахавы от слыха всего самого лучшего